Ребятушки, привет! Очень многие путают девальвацию, деменацию, дефолт, 3D, которые случились с нами в 90-х, и до сих пор люди не понимают, что есть что и какие у чего причины и следствия. В общем и целом мы помним только 90-е, что деньги были, и потом бац, их не стало. И что нужно делать? Нужно срочно тратить деньги, покупать всё, сметать все полки. Ещё начали говорить про дефолт, значит всё, точно нужно идти покупать всё, ничего не будет на полках, нужно всё тратить, всё сгорит. Давайте разбираться. Сейчас немножко всё по-другому. Дело в том, что в 90-х наложились и динаминация, и девальвация, и дефолт, всё вместе. Но это совершенно разные явления, и эти явления могут жить отдельно друг от друга. И более того, мы с вами в одном явлении, с одним и тем же явлением сталкиваемся на протяжении последних лет 15-20, может и больше, каждые два года. Итак, девальвация. Девальвация — это когда национальная валюта, будем говорить рубль, немного ослабевает относительно других валют. В частности, можно говорить о долларе. Если доллар вырос процентов на 10, то есть стоил, например, 70, а стал стоить 77, то уже можно говорить о девальвации рубля. То есть мы с вами девальвацию проживаем почти каждый год, ну раз в два года точно. И последняя такая мощная девальвация рубля произошла у нас совсем недавно, после 24 февраля, и ещё до этого она, так скажем, разгонялась. Девальвация — это когда, как обезопасить себя от девальвации? Нужно просто кроме рубля иметь какие-то другие валюты в своём капитале, в своих счетах, периодически докупая валюту, не выискивая там какие-то выгодные курсы, а просто систематически, постоянно покупая валюту, потому что мы постоянно живём в условиях, пока мы живём в рубле, что рубль периодически девальвируется. Теперь поговорим про деноминацию. Деноминация может произойти из-за инфляции очень сильной, из-за инфляции также может происходить и девальвация. Дело в том, что деноминация — это когда у вас, чтобы сходить там, допустим, за хлебом, вам нужно, допустим, миллион рублей за один хлеб. Это крайне неудобно рассчитываться, когда у тебя куча нулей в валюте из-за постоянной девальвации валюты, и производят деноминацию для того, чтобы просто обрезать нули. Просто пропорционально режут и цены, и деньги, соответственно, обычно это приводит к тому, что меняют сам рубль. Например, в своё время было такое, что меняли сам рубль, у нас появились наконец-то копейки. Я помню, я была тогда в садике, и кто-то нашёл в Снегу копеечку, и показали, о, смотрите, копейка. Очень интересный был опыт, потому что тогда копейками уже никто не пользовался, потому что уже нужны были пачки денег для того, чтобы пойти на рынок. Мы с родителями ходили на рынок, у них были пачки денег, я думала, что они очень богатые. А на самом деле потом просто-напросто обрезали нули и поменяли печатные деньги, то есть они стали просто другими бумажками. Дали там три дня на то, чтобы менять свои старые деньги на новые деньги. Никто не стал богаче, никто не стал виднее, все были бедными, так и остались бедными. Просто-напросто для удобства поменяли, убрали нули в расчётах. Деноминация нужна для того, чтобы просто провести удобную такую вещь в денежном обращении. Ну и дефолт. Дефолт – это когда у тебя происходит неисполнение твоих обязательств. Что такое обязательство для государства? Это облигации. Весь наш госдолг выпущен в виде облигаций. Мы выпустили облигацию, отдали её инвесторам, это ценная бумага, и инвесторы, в свою очередь, дали нам деньги. Таким образом мы получили с вами деньги и должны по этим облигациям выплачивать купоны, то есть периодические проценты. Чем это отличается от обычного кредита? В обычном кредите вы платите и основной долг, и проценты. А в облигациях вы платите только проценты, а основной долг вы выплачиваете в конце. И вот в облигациях как раз-таки дефолт, как раз-таки, если мы характеризуемся, когда ты не можешь по своим облигациям рассчитаться. В 1998 году произошёл особенный дефолт в том плане, что по зарубежным долгам мы рассчитывались всегда. То есть по зарубежным долгам с иностранными инвесторами мы всегда рассчитывались. Мы обнулили только внутренние долги, внутренние наши долги перед населением. Это все социальные обязательства, там пенсии задерживали даже. Это все ГКО, вот эти вот бешеные проценты были по внутренним облигациям ГКО. И вот все облигации, которые были наши внутренние, все обнулились. А со внешними долгами мы рассчитывались. Поэтому дефолт это когда государство просто списывает все облигации, говорит, что мы больше никому ничего не должны, либо когда пропускают какую-то оплату. Это может происходить по причинам того, что просто нет денег в стране. Или для того, чтобы выплатить эти деньги, выплатить проценты по этим облигациям, нужно напечатать новые деньги. А печатать уже нельзя, потому что инфляция уже невероятно разгоняется. Чем больше ты печатаешь, тем больше инфляция. Чем выше инфляция, тем больше ты должен поднимать, соответственно, все социальные платежи. Потому что когда у тебя там буквально за два месяца хлеб вырастает до такой цены, что ты на одну пенсию можешь купить только одну буханку хлеба, это полный звездец в экономике. И там действительно только дефолт в 98-м году нас мог спасти, чтобы все начать, так сказать, заново. Вот таким образом отличаются дефолт, девальвация и динаминация. Я надеюсь, что теперь вы понимаете различия. И что касается дефолта в России в ближайшее время. Я не жду дефолта в России в ближайшее время. Единственный дефолт, который может произойти, это если вдруг мы захотим оплатить свои внешние долги, но не сможем провести платеж вот этих процентов, купонов по облигациям, потому что не проходят валютные платежи из-за неработы там, вот этой вот всей связки, все эти ограничения, которые введены из-за санкций по расчетам между странами в иностранной валюте. Между странами, то есть с другими странами, Россией с другими странами. А такого прямо дефолта, когда в стране нет денег, а мы не можем оплачивать, там, допустим, по ОФЗ свои долги, или еще какие-то долги, или выплачивать пенсии, другие какие-то социальные пособия. Я такого не жду, потому что пока что у нас есть деньги, и надеюсь, что их будет все больше и больше, учитывая цены на нефть и учитывая текущий курс рубля к доллару, потому что мы все-таки продаем, так скажем, получаем нефть и доллары, а потом получаем вот эти доллары за сырье, получаем Россию, и дальше эти деньги конвертируем в рубли, и, в принципе, там очень большая доля наших экспортеров выходит в налоги сразу, и, в принципе, денег у государства достаточно для того, чтобы исполнить все свои обязательства. Надеюсь, вам теперь стало более понятно и немножко более спокойно.